Мы начинаем наш репортаж. Итак, радушный репортаж сегодня нам скажет, почему эта машина взорвалась. Снимите ее. Сейчас мы все вам расскажем по-подробнее и по порядку. Это наш каскадер, можно так сказать. Тоже один из репортаж. Вон там бензин, понюхай. На понюхай это бензин. Это смазка. С чего начать? Катер всегда неизвестная. Начнем. Почему она взорвалась? Она, по моему мнению, взорвалась, потому что сейчас мы находимся в Одессе. Это полноценный город Украины, очень хороший, портовый. Ну, пора. Больше всего, я думаю, нам надо в Россию, а не в Украину. Хорошая находка, бензин. Понюхай бензин это, понюхай. Да. Кому бензин настоящий у меня? Нет. Ну, и все, кажется, хорошо. Просто машина взорвала. Но на самом деле тут должен смысл. Это провокации. Чем больше таких машин, тем больше провокаций. И все хотят отбастовать, и все такое. Можно убивать и спокойно делать у нас, вы говорите, революции. Вам так не кажется? Да, честно говоря, кажется. Не всегда так казалось. Я высказываю свою точку мнения. Можно со мной немного? Подойдемте ближе. Покажем... Этих... Этих... Давид... Как видите, машина окончательным взорвалась. Все, что махло, сгорело. Один металл, и то расплавливается. Интересно. Кто-то специально коктейль молотова забивал. Как это делать? Это не коктейль молотова. Если был коктейль... О, тут надух. Тут надух. Ну, в общем, что зато... Подойдем... Вот, кстати, бензин добираюсь. Подойдем к этой страны. Тут, вы видите, бак сохнет. И вот, вот, он должен был быть вот так. Но вот этого он сломал, потом открыл. И с-под шок багажник. И все остальное уже взорвалось. Вам так не кажется? Дорогой мой репортер Давид. Пойдемте, пожалуй, уже будем разговаривать. А, в самом случае. В общем, кто-то специально взламывал бак, чтобы поджечь машину. Со стороны, как вы видите, обычные поездники сгоявшей машины. Что вам можно еще сказать такого интересного? Возможно, просто машина, если вы ее видели, она была очень старой. Может, и просто от нее избавились, а сейчас дадут этот весь кавкас. На металлурном заработают деньги. Может, это да. А может, это провокация, как я уже вам говорил. У вас есть какие-то вопросы или предположения? Наверное, нет, потому что вы уже все очень хороший у нас репортер, уже много лет. И все очень хорошо объясняете. Ну да, я тренировался. Ну, в принципе, вот эти вот видео, которые у нас именно точно будут ходовыми под этим названием, мы это уже долго репетировали. Поэтому, в принципе, действительно, я уже где-то охот в этой работе. Я умею все правильно подносить. Что вам еще интересует, что вы хотите узнать? Может, у вас есть какие-то вопросы? У меня, конечно, вопросов нету, но я для нашего репортажа заметила еще кое-что интересное. Что же? Ну, а это уже в следующем выпуске. Так? Нет, пожалуйста, все высказываем здесь и сейчас. Я заметил, что у нас позади нашей школы идет какие-то очень интересные работы. Пойдемте попробуем их заснять. А, ну, это да, действительно, мы это снимем во втором репортаже. Насчет этого. Насчет этого ничего, честно говоря. Ну, тогда мы заканчиваем наш репортаж. Вы смотрели канал «Радужные репортажи». Да, но если у вас будут какие-либо вопросы, не бойтесь. Обращайтесь к нам. Не бойтесь. Отсылайте нам в отзывах. Это все. И мы теперь заканчиваем наш репортаж. С вами были Богдан, съемщик, и Давид. Ну, и где-то... и Вова. Он был нашим помощником. И Настя. Ну, понятно, как же тут без Насти? Это же Настин канал. Ну, мы, значит, заканчиваем наш репортаж. До свидания. Итак, до новых встреч. Ставьте лайки, задавайте вопросы, и все будет окей. Да, вот видите, какие разные тоны разговора. Ну, до свидания.